наливаем 450 миллиграмм достаточно теплой воды но не горячей ложим туда почти чайную ложку дрожжей сухих если вы не уверены своих дрожжах лучше сделать мини опару и добавляем 2 чайные ложки сахара что мы делаем мы будем дрожжи на 450 миллиграмм воды нам понадобится не менее 900 грамм муки делаем это вот так а потом по часовой стрелке двигаем вилку и осторожно муку вводим воду вот такими движениями это лучше методика чтобы разбудить дрожжи вот таким образом они будятся быстрее это как бы вы делаете тоже опару ну может быть она чуть-чуть быстрее идет но это тоже своеобразная опара вы уже почти собрали тесто теперь вы можете добавить соль и вымешивать дальше вмешиваете ваше тесто до эластичности не менее 10-12 минут получилось тесто вы выводите на середину как я вам показывал мне неудобно это делать одной рукой округляете и ставите в теплое место не менее чем на час сверху накрываете чем-то пленкой или льняным и в течение часа должны дрожжи начать работать на грамм мелко нарезанного лука добавьте чайную ложку соли и чайную ложку перца черного эти 800 грамм фарша или мелко нарезанного мяса а в те еще одну чайную ложку чтобы перемешать ложеной муки слегка подпыляем стол и выносим тесто натягиваем тесто к середине мне неудобно это рукой 1 показывать но я вам показывал предыдущих видео примерно вот так вот там ставите на муку формируете шарик оставляете на муки раскатываете две одинаковые лепешки не очень толстые они должны быть где-то до 5 миллиметров потом одна лепешка накладывается на другую таким образом тянется потому что дрожжевое тесто и очень мягкая и защипываете так защипывать то лепешечку таким образом и потом больно ее жарить разогрето масле такие защипы делаете контрольные это не столько для красоты чтобы они не расползлись такие вот защипы ведь просто берете защипывать тесто мягкая но податливая вот так она прожарится с одной стороны надо будет перевернуть на другую жарим это на высоком огне сначала с одной стороны потом с другой потом на вертушку мантышните выкладываем выглядит выставляете на вертушку она с двух сторон прожаренных ставим воду в мантышница у меня с двойним дном я не знаю какая у вас и доводим ее до состояния кипения эту партию поставила на огонь еще на полчаса вот одна закончена это называется гушнан это уйгурское блюдо очень вкусное я разрезала сейчас покажу смотрите какая прелесть вот там тонкое тесто и мясо от мяса очень сочная вот сок стекает пробуйте экспериментируйте вам понравится я думаю